Мы здесь. Хорошо, мы приветствуем Ираду, интересуемся готовы ли она к диагностике, доверили ли она нам свои биополи на период сеанса. И я даю команду на счет три сканера начинает сканировать. Все семь тонких тел Ирады, находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, все семь тонких тел Ирады. Находится все. Ирада чистая, у нее энергии сохранились еще. Замечательно. Хорошо. Давай подзаправим, сколько ей нужно и какая чистая вибрация? 350, 27. Сколько у нее сейчас энергии и вибрации? У нее 120. И 20. Хорошо, 20 уже неплохо. Хорошо. И на счет три макушку головы Ирады начинает поступать. Семь. Высоковибрационных потоков по 350% каждый. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Мощность потоков усиливается. Чистота вибрации поднимается до числового значения 27 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Да, есть. Хорошо. Мы тогда сейчас Ирада поднимем Тимура сюда. Я останусь с вами, а Вера пойдет его, заберет и приведет сюда. Хорошо? Она ждет. И я даю команду, Вера, на счет три найди в энергоинформационном поле тонкую эфирную энергетическую копию 2017 года, воплощенную на Земле. Один, два, три. Нашла. Отлично. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первом, в данном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Это он? Да, он. Тонкая копия вышла. Отлично. Защищаем его физический биоробот на время работы с тонкими телами. Защищаем тонкое тело с защитным скафандром. И вместе с тонкой копией Тимура поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. На месте. Хорошо. Тимур идет к маме. Они вместе, да? Мама сзади. Мама сзади. Хорошо. Привет, Тимур. Ты нас слышишь? Да, привет. Ему интересно. Хорошо. Да, сейчас будет интересно. Мы сейчас будем проверять твое тонкое тело и смотреть, что тебе мешает, что тебе там неудобство создает. Хорошо? Мама рядом. На голову показывает. На голову. Сейчас мы все проверим. И ставим сейчас Тимура в скэнер. И я даю команду на счет 3. Скэнер начинает сканировать пространство над головой Тимура, под ногами. 360 градусов вокруг него сканирует. Скэнер начинает сканировать все 7 тонких тел Тимура. Находит все. У него арахноид. Арахноид. На голове. Он в клетке? Он в клетке. Чертик у него. И все. И черт. Ну, в принципе, достаточно для маленького ребенка. Черт, почему ты подцепился к ребенку? Носки на нем. Ах ты поганец. Ах ты поганец. 50 тысяч герцудар, черту. Ну, он просит, не бей. А зачем ты на ребенка одел носки, паразит? Он тебе даже сдачи дать не может. Ты что, не мог взрослому подцепиться, а? С ним интереснее. Ну. А тебе нравится галактическое ядро? Скажи, спрошу тебя прямо. Нет. А мне нравится, потому что интересно. Можете его показать. Открывается перед клеткой черта портал в галактическое ядро. Один, два, три. Посмотри, черт. Вот досюда ты уже дошел. Он меня там махает. В своих стремлениях. Закрывается портал. Вот досюда ты уже дошел. Нельзя к детям подходить. Почему ты зашел в биополе ребенка? Чтобы оно играть и веселее было. Черт, если ты мне еще раз эту ересь скажешь, я тебя ударю в 150 тысяч герц. И прожгу тебе дыру. Кому интереснее, ребенок тебя даже не видит. Ты что, несешь мне здесь за бред? Ты что, не видишь, с кем ты разговариваешь или как? Чтобы сосать у него энергии, правильный ответ. Я тебе подсказываю. Я повторяю. Да, брал энергии. Да, брал энергии. Какие энергии ты у него брал? Он плащ показывает. Он еще и плащ на него делал? Нет, плачет ребенок. А, она плачет. Понятно. Какие энергии? Вредности, что ли? Энергии вредности ты ему давал. Понятно. А что, энергия матери тебя не могла защитить? Вернее, защитить ребенка? Для этого должно быть намерение. А намерения у мамы не было до этого момента. Понятно, хорошо. Так, черт. Еще раз. Сколько ты сидел в этом биополе? Год. Один год. Так, Арахноид. С тобой намного серьезнее дела обстоят, потому что мы видим тот вред, который ты уже причинил ребенку. У него начинает выпадать волосы на голове. Это твоя работа. А часть? А что вторая часть? Ну, у него что-то много всего. Он хочет объяснить, что... Так, покажи мыслеформу, что случилось конкретно. Я хочу понять ситуацию. Считай информацию, сколько он сидел, этот Арахноид. Он с рождения сидел, но он показывает слова просто гормоны и как душа к телу привыкает, что ли. Душа привыкает к телу. Это мы знаем только от космических душ. А что за гормоны? Он не знает, он нервничает. Он показывает, что вот он сидит на голове. И у ребенка такой, как темный орел сверху от него. И лапами вот этим он чешет своим. Арахноид, ты понимаешь, дело в том, что ты с рождения сидишь ребенку 4 года. Ты сделал очень-очень опасную вещь. Ты зашел к ребенку. Ты сильнее его, потому что ты его видишь, а он тебя не видит. А вот как сделать так, чтобы ты это понял? Вот хочешь, я тебя сейчас сожгу. И оставлю от тебя горстку пепла. И ты посмотришь, что я сильнее тебя. Он мне там не хочет. Не хочешь, видишь? Ребенок тоже не хотел, чтобы ты у него сидел на голове. И у него выпадали из-за тебя волосы. Ему всего 4 года. Ты ему даже шанса не дал, арахноид. Вот от него идет информация, что для арахноида это хорошо, потому что ребенок не знает даже себя без него. И он думает, что это так и нужно, как должно быть. И ты считаешь, вот это ты осознанная сущность какая-то. У тебя есть какая-то осознанность. Я тебя считаю из-за первобытного паразита, который просто присасывается даже несмотря никуда. И арахноид получает удар. 50 тысяч герц. Удар. Это чтобы ты просто прочувствовал мои намерения. Это даже не удар, это предупреждение. Удары у меня идут от 100 тысяч герц и выше. Не надо. Ты перешел в запретную зону. Ты перешел в территорию, которую переходить нельзя. Из-за твоего воздействия ребенок развивается плохо. Ты говоришь, для тебя это хорошо. А я говорю, для меня хорошо бить тебя лазером. Делать тебе дырочки. И вот как решить эту ситуацию? Что для кого хорошо? Скажи мне. Может быть, все-таки есть какие-то правила в этом вселенной. Они называются законами. Он говорит, что я не влиял на его развитие. Ты влиял на то, что волосы выпадали. Ты сидел на голове. Не только. У него в животе что-то есть. Но внутри. От кого? От него. От арахноида. И это влияло? То, что у него в животе сидит? У него там инкубатор может быть. Больше ничего у него не может быть. Паутина может быть. Он хочет сказать, что он использовал его для своих целей, но никак не влиял на его развитие. Арахноид. Это ложь. Ты не можешь использовать кого-то, не влияя на его развитие. Твои следы твоих деяний видны. Я тебя последний раз предупреждаю. Если ты еще раз попробуешь мне сказать неправду, я тебя очень сильно ударю. Ты вообще мне здесь без пользы. Ты никакой ценной информации не даешь. Ты стоишь, трясешься, не зная, что я с тобой сделаю. А я жду, пока ты мне не расскажешь все, как было, все свои замыслы, все, что ты хотел сделать, какой ты вред нанес. Вот это я хочу все услышать. Если я не услышу, я тебя скину в галактическое ядро. Ты мне без надобности. Все. Вот мама стоит, я у нее спрошу, как она захочет поступить. Если она скажет, скидывай арахноиды в галактическое ядро, я ее тебя скину. Чтоб ты это понял, насколько это серьезно. Но он говорит, нет, я тоже мама. Мне нужно забрать свое потомство. Слушай, мама, вот эта вот мама, ребенка, она залазила к тебе в тела. Пыталась навредить тебе, установить у тебя инкубатор. Нет. А как так получается, что ты можешь, имеешь право, как ты считаешь, входить, а она этого не делает? Почему? Не только потому, что мы не можем, а потому, что в нас есть божественная частичка. Она нам не позволяет этого делать. Мы не паразиты, понимаешь? Нам не надо воровать у других цивилизаций энергии, чтобы выкормить свое потомство. Мы сами как-то пробиваемся, и тут приходишь ты, которые ничего не делают для того, чтобы заработать энергии, присасываешься к ребенку и сосешь чистейшие детские энергии. Конфликт получается, арахноид. Конфликт. Дилемма. У него глаза бегают, он боится. Правильно, делай, что боится. Так, все, Вера, хватит с ними разговаривать. Переходим к процедуре. Реверса энергии. Сейчас мы посмотрим, что у нас там. Это все разговоры разговорами. А мы сейчас посмотрим глазами своими, сколько он у нее украл. И я даю команду тонкой копии Тимура спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные, негативные, патогенные, низковибрационные энергии в его биополе. Один, два, три. Мама помогает Тимуру выстраивать каналы. Начали выстраиваться каналы. В сущности, каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной и низковибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Тимуру. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она мог получить от них, возвращается к ним назад. Усиливаем потоки в 50 раз. Что там идет, Вера? Посмотри, пожалуйста. Ну, к арахноиду чернота идет. О-о-о. Да, арахноид. Нельзя арахноидам верить. Ребенок его видел, пока он был младенцем. Он пытался вернуться от него. Головой вот так вот как-то делает. И ребенок не может даже дать тебе удар лазером, чтобы ты почувствовал то, что не надо входить. Правильно, арахноид? А я могу. Реверс закончился. Так, хорошо. И устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Тимур забирает всю свою чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Тимур себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Черт на теле есть, Лярвы? Нет. Хорошо. Повезло тебе. Готово. Хорошо. Так, сейчас выходит черт, снимает все, что наставил. После этого становится в клетку и докладывает о готовности к проверке. Проверка будет проводиться двумя миллионами Герц. Если что-то я найду, малейший микрон, он просто сгорит в своей клетке. Он снял носки из рук, что-то снял с запястья. Что это давало на руках? Возбуждало. А на ногах? На ногах. Отток энергии. Отток энергии. Скажи-ка мне, черт, они остались. Понятно. А не осталось ли у тебя в квартире одеялка еще и разбросанные там всякие вот эти вот комочки? Есть. Вот. Видишь, как получается? Очень плохо. И я даю команду. Значит, три. Открывается портал. От черта в квартиру, где живет Тимур с мамой. Один, два, три. И все эти одеялки, все, что находится на чистоте, черта, силами его намерения влетает в этот портал и летит в клетку-тюрьму к черту. Один, два, три. Все его одеялки, все его комочки, все, что он там оставил, вся его энергетика летит в клетку-тюрьму к черту. До последнего микрона вытягивает. Вся его энергетика. Шарики. Все вытаскивается, да, все, где летит в клетку-тюрьму к черту. Деялка есть. Закончилось? Да. Хорошо, закрываем портал. Хорошо. Черт, это все? Да. Хорошо. Ты понимаешь, что приходить и в эту квартиру, и к ребенку для тебя равнозначно вот туда, куда я тебе показал войти. Ты понял, да? Кивает. Хорошо. Все, найдешь себе новое место обитания. Открывается внизу портал на частоте черта. Один, два, три. Черт забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Один, два, три. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Понятно. И у нас еще остался, значит, это арахнует. Давай, арахнует, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил. Он снял. И сейчас мы делаем проверку. Я даю команду. Значит, три скэнера. Начинает сканировать. Все семь тонких маячок. Один, два, три. У нас энергии есть еще арахноида вокруг. Ребенка, да? Тонкая копия. И ему рассинхронизация нужна. Да, сделаю сейчас. Хорошо. Пусть скэнер проверит. Остальное чисто. Хорошо. И я даю команду на счет три. Мама помогает Тимуру своей энергией. Тимур, начинается рассинхронизация с энергией арахноида. И когда каждый заберет 100% своей энергии. Готово. Хорошо. Так, я подхожу сейчас к Тимуру. Кладу руки на плечи. И помогая своей собственной энергией произвести импульс высоковибрационного шокового удара и сжечь все каналы к интерферентам. Один, два, три. Удар. Сжигаются все каналы. Есть. Открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Эти каналы улетают в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, все, мы здесь закончили. Арахноид, сделай выводы из нашей сегодняшней встречи. Никогда больше. Не то, что в это тело ребенка не приходи, но не приходи вообще ни в одно детское тело. Иначе ты перестанешь существовать. Понятно тебе? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Один, два, три. И арахноид забирает все, что он с собой принес и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Манифест читать ребенку нельзя, а вот частоты нужно проверить. Поехали. И переходим на чистоту магической воздействия. Если таково есть, проявляется. Чисто. Переходим на чистоту неупокойной бесплотной души. Чисто. Переходим на чистоту бесплотной подселенцы. Чисто. Переходим на чистоту негативной игры, граммешающей жизни, судьбе и здоровью, физическому и энергетическому. Чисто. Переходим на чистоту лярвы. Если таково есть, проявляется. Чисто. И живота тонкой копии Тимура, два пальца ниже пупка, светом по всем фантомам, закрывая все порты от внешних подключений. Заливается пустота. Опять в виде темных пятен. Один, два, три. Пошел свет. Мама помогает. Молодец. Светы есть сегодня. Отлично. Есть пятна? Затемнение есть. Хорошо. Открываем воронку против часовой стрелки. Бери свой высокоибрационный инструмент и удаляй остаточные негативные энергии вибраций в его биополе. Стоп. Отлично. И выкидываем в воронку, улетая в галактическое дрон на переработку. Закрывая воронку, опечатая и растворяя. Он смеется, ему щекотно. Конечно. Нравится ему, Тимур? Здесь у нас в гостях. Кевайт. Хорошо. Давай эмоциональный фантом проверим. Выходит эмоциональный фантом Тимура. Один, два, три. Проецирует все негативные программы, негативные мысли формы, а также низкоибрационные энергии, ревности, агрессии. Все это низкоибрационное имжизг, генерированное, проецируется на его эмоциональном фантоме. Шар смотался. И открывается воронка против часовой стрелки и производим сброс всей этой низкоибрационной энергии, эмоций, мыслей насчет три. Один, два, три. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. А ребенок на тебя показывает? Да? Он показывает на твои крылья. Что, нравится ему, да? Показывает себе за спину. Да, все правильно. Сейчас я крылья разверну. Влад, покажи ему крылья. Разверни ему. У него тоже есть. А, ангелочек. Белые только. Белые, ты посмотри. Молодец. Он тоже развернул. Да? Красавец. Молодец. Вибрации такие пошли. Ну, когда ангелу, конечно, пошел обмен вибрацией. Хорошо. Подсоединяй тонкую копию к источнику высокоибрационной чистой энергии, которую Тимур получает во время сна. Запроси биополе. Сколько энергии нужно Тимуру до полного восстановления и корректировки? 150. И на счет три биополя Тимура начинает входить семь высокоибрационных потоков по 150% каждый. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Готова. Хорошо. Какая чистая вибрация максимально комфортная сейчас для биополя? Тимура. 12. И поднимаем чистую вибрацию до числа значения 12 Гц. Пошел подъем. Готово. Хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, усваивается. Распределяется наилучшим образом. Один, два, три. Готово. Вон маму за руку взял. Замечательно. Хорошо. Так, у нас ангелочек маленький. Давай пригласим куратора и спросим, что у нас с этой проблемой с волосами. Я прошу перейти в нашу комнату куратора или учителя. Тимура. Или друга. Ангела. Ну, он как в двух видах, что ли. Мужчина. Подожди, я объясню. Но ему он представляется как ребенок с крылышком. А, понятно. Мы приветствуем куратора, друга у ангелов, друзья. Друга Тимура. Меня зовут Влад. Это Вера. Тимур попал к нам на чистку. Мы его освободили от интерферентов. И у меня один единственный вопрос к вам, который я хотел задать по поводу выпадания у него волос на голове. Не могли бы вы нам помочь в этом? И прошу вас, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам. Алекс. Приветствую вас, Алекс. Я приветствую всех присутствующих. Моего маленького друга. Да, пока он маленький. Но крылышки мы уже увидели. Алекс, у нас эта проблема с выпаданием волос. В чем эта причина? Я нашел там у него арахноид. Безусловно, он что-то давал, но арахноид сказал что-то насчет гормонов. Вы не могли бы пояснить, как мы можем эту проблему решить? Он говорит, что арахноид очень сильно навредил ему. С самого детства. Плюс у него внутри, как под коркой головы. Эти энергии арахноида были. Сейчас их нет? Темные нет. Сейчас все вывели. Хорошо. Понятно. У меня было подозрение, что это такая мерзкая сущность, которая действительно на ребенка с рождения вошла. И она была причиной этому всему. Я вообще-то думал, или спрут, или арахноид, но оказался арахноид. Скажите, Алекс, как мы можем ему еще сейчас помочь? Может, ему дать какую-то специальную ангельскую энергию? Может, вы с ним синхронизируетесь, поможете ему восстановиться? Как вы хотите? Обмен энергией? Или я ему дам каналы специальные? Или помажем ангельской мазью? Нет. Он говорит, какая-то энергия. Давай. Все понял. Секундочку. Подожди, это не только это. И что еще? Еще он говорит, что я не буду активировать его энергии ангельские. Ну, еще рано. Потому что он под маминой защитой, и мама должна это делать. Все верно. Энергиями и теплом она, ну, как, может тоже эту энергию производить. Безусловно. Плодотворность. Да. Хорошо. Чтобы были плоды. Вот так он объясняет. То есть волос, волос большим. Давайте я сейчас прямо это сделаю здесь на месте. И я даю команду, значит, три. Макушку головы Тимура начинает поступать. Поток пошел, заполняет все пустоты. Регенерирует. Показывает маме. Руки она тоже должна сделать ему на голову. То есть это идет от мамы. Потому что только мама может искренне этот поток вызвать. Все понимаю. Хорошо. Значит, тогда мы говорим маме, мама, кладете руки на голову и пропускаете через себя всю эту энергию через руки и чувствуете, как она идет прямо в него и представляете готовый результат, как начинают расти волосы. Вы поняли? Да, она говорит, все понятно. И вот Алекс, он говорит, что пока сделайте так и наблюдайте. Замечательно. Хорошо. Алекс, больше вопросов у меня никаких нет. Я очень рад был увидеть вас самым маленьким у нас ангелом, который у нас. Здесь у нас сотни уже были кураторов, учителей, десятки ангелов были, но такого маленького еще не было. Позвольте... Он говорит, что не все показываются. Он просто показался. Он знает, кто он. Пока не забыл. Вот. А, вот, поэтому он помнит. То есть, если бы, вы имеете в виду, если бы я лет в 12-14 его спросил, он мог об этом и забыть, да? Конечно. Малыш увидел твои крылья и показал свои по-дружески. Все классно. Тогда теперь он понял, скажем, 4 года ему такой подарок. Пусть теперь с этим живет. И это его, мне кажется, очень далеко продвинет в этой жизни. Будет, конечно, где-то нелегко, но будет где-то очень интересно. Уважаемый Алекс, у нас есть добрая традиция в этой комнате каждому куратору, учителю или другу с ангельского мира, который к нам приходит, мы всегда делаем какой-то подарок. Если у вас желание получить какой-то подарок от нас, мы можем вам предложить любую мыслеформу с земли, мы можем вам предложить любые продукты с земли, все, что вам нравится и что вам хотелось бы увидеть, и вы это можете взять с собой. Пожелайте что-нибудь, пожалуйста, и мы это для вас организуем. Он говорит, это интересно. А вы думали? Он хочет увидеть как двор, сельский двор, где курицы, гуси, вот такой двор. Вижу. Хорошо. И, Верочка, это называется такой хозяйский, крестьянский двор, да? Большой крестьянский двор, все огорожено, один, два, три, и там находятся курочки, уточки находятся, цыплята находятся, на этой ферме, ферма экологическая, они спокойно гуляют, спокойно питаются, водичка рядом у них, солнечная погода, деревья, травка, все щипают, кушают, все радуются. Это вы просили? Он говорит, что, да, такие энергии, и вот это вот состояние мира, где все вместе в одном дворе, я бы хотел подарить ребенку этот простой пейзаж. Замечательно. И что он должен будет это ребенку, эта мыслеформа дать, передаем ребенку, Тимуру эту мыслеформа. Он говорит, что больше вот таких позитивных, натуральных моментов жизни, моментов и эмоций дарите детям, то есть встреча с природой, встреча с птицами, постоялый двор, где можно увидеть, а также как растут овощи, фрукты, это все очень важно знать. Замечательный совет. Чтобы не потеряли все натуральное. Замечательный совет. Алекс, благодарю вас. У нас этот красивый ход. Но вы все равно не уйдете с пустыми руками. У нас никто не уходит. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка со самыми вкусными и чистыми ягодами, которые только есть на земле. Один, два, три. И передай это, пожалуйста, Алексу от нас. Знак благодарности. Он может поделиться со своими друзьями. Благодарю вас. Это очень приятный подарок и неожиданный. Вот. Это слово я люблю. Неожиданный. Это наша специализация. Хорошо. Я рад встречаться всеми. И мы рады с вами встрече. Желаем вам всего наилучшего. Посылаем вам свою искреннюю энергию благодарности. И надеюсь, когда-нибудь мы встретимся. Всех благ вам. Всего доброго. Мы прощаемся. Рассинхронизируемся, Верочка. Ну, шел. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Тимура в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой изделенке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Я подсоединила его. Просто хотела сказать, что мама дала ему эти энергии. Она поняла и смогла это дать, да? Да. Отлично. Мы очень рады за то, что так все быстро произошло. Хорошо, Верочка. И отключайся тогда от объекта и перемещайся в комнату диагностики. Я на месте. Хорошо. И сейчас мы и Раду будем возвращать в тело. И для усвоения вибраций возвращаем тонкую копию Рады. систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой изделенке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Один, два, три. Я на месте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok